Самое интересное, пока что нас интересует, это оружие. Если вы сможете нам поставлять его как-то, то будет вообще прекрасно. Туда салтик машин? Руки за голову. Да-да-да-да, погоди, стоим. Боди камера, боди камера. Хорошо, хорошо. Походи еще. Ох, Леночка, вот это я понимаю. Вот это жизнь. Как часто мы проводим с вами время. Хорошо, да, вообще водичка такая теплая. В джакузи-то хорошо иметь такой особняк, согласен. Я периодически у вас вижу пузырики, и вроде бы это не джакузи, а басик. А это шампусик хорошо зашел. Это шампусик хорошо, да, я понял, я понял. Ладно, друзья, всем привет, с вами сегодня Катя Далекофь, со мной сегодня Кирюша Варпач, и мы продолжаем играть в GTA 5 RP на сервере Sunro. Вообще здорово, дорогие друзья. Ну что ж, друзья, как вы помните, в предыдущей серии мы наконец-таки купили особняк для нашей организации, для нашей компании, где вскоре мы соберемся все вместе и будем работать на одно дело. Леночка, вы что, попутали в очки, с меня сняли, а? Очки, кто теперь на меня наденет, они у меня упали. А снятие и наденься заново. Да, друзья, чем мы сегодня будем заниматься? У нас, в принципе, практически все готово для запуска нашей организации, да? То есть особняк, есть организация зарегистрирована, есть компания вместе, да? Вот, ночью, вот они... Да что ж, я и выйти-то не могу, да что-то такое, да? Я надеюсь, когда-нибудь мы начнем нашу серию с того, что ты спросишь, а чем же мы сегодня, Леночка, займемся? А я отвечу, сегодня мы попытаемся захватить мир. Вот, вот это хорошо будет, да, но не сегодня. Спасибо большое, да, Леночка. Я сейчас уволил вас, Леночка, вы что себе позволяете, а? Нет, ты полномочивай мне еще денег. Я только понял, ага, ага. Блин, точняк, я думал, ты забудешь, Брэд. А я хочу сказать, вам, как вы накопите денег, вы должны мне купить Теслу Ростер. Я... А, нифига себе. Да, она как раз стоит столько денег, сука, я вам заняла. Ну, хорошо, договоримся, 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 договоримся. Очень, ребят, чем мы сегодня будем заниматься? Нам не хватает единственной вещи для запуска нашей организации. Нам нужно заполнить наш автопарк, чтобы, ребята, вы, когда вы уже, собственно, вступите в наши ряды, могли кататься на машинах, которые у нас будут стоять здесь, да? То есть у вас, чтобы не было проблем с транспортом. Поэтому именно сегодня мы поедем и будем, наконец-таки, затариваться автомобилями, да? Ведь у нас есть теперь особняк, и мы можем, наконец-таки, это сделать. Ну, а перед тем, как мы начнём, друзья, я бы хотел напомнить, что вы всегда можете поддержать меня, введя мой промокод кофе, который даёт вам 12,5 тысяч баксов и VIP-статус на 10 дней. Если вы до сих пор не знаете, как это сделать, то можно максимально просто заходить на сервер, нажимать на кнопочку в 10, переходить вот сюда вот на шестерёнку, промокод, и здесь вы идите промокод кофе, и всё. Всё очень просто, ребята, и всё реально, ну, прям очень удобно. Итак, поехали в автосалон, ребят, смотрите, моя задача на сегодняшний день закупить, просто заполнить полностью наш автопарк. То есть там максимум, по-моему, 10 автомобилей. Вот помнишь, на котором мы остановились в предыдущий раз? То есть помнишь? Да, нет, средний, по-моему, классный автомобиль мы выбирали. О, да, то есть поедем туда, и, то есть наша задача купить 10 автомобилей, то есть купить какие-то машины премиального качества, да, то есть класс, точнее. Вот, то есть чтобы они были вмещаемые, и, ну, в общем, мы сейчас разберём, что-то едите, мы посмотрим вообще, да. Ну, что-то вы опаздываете, Леночка, я могу вам сказать так, а? Мы не опаздываем, мы задерживаемся. Что-то ваша Тесса там, походу, ага, разрядилась по дороге ваша Тесса. Мы задерживаемся, да, да. Нет, я пользовалась Яндекс.Навигатором, так что не надо. А, ну да, конечно, всё именно поэтому-то, да. Именно поэтому. Так, ребят, я надеюсь, вы помните, то, что мы уже, как бы, в принципе, определились с тем, какую машину выбирать, да, то есть, смотрите, нам нужно купить универсальные тачки, и парочку тачек нам нужно купить с большим багажником, всё. И, конечно же, мы должны купить сегодня 10 штук автомобилей, да. Вот, это, конечно, дофига, но, ребята, организация делала такое, понимаете, да, это такое в копеечку выйдет, да. Но, ребят, всё для вас, всё для вас. Значит, ребят, смотрите, я предлагаю, как мы сейчас всё это делаем. Во-первых, мы вот с вами должны купить вот таких 5 штук 100%, вообще. Не меньше, не больше, это прям 100%, я вам говорю серьёзно. Да, и давайте по цвету сразу определимся. Всё-таки, наверное, чёрный такой, да, этот цвет, да, он всё-таки как-то, ну, более статусный, скорее всего, как-то, да, такой более официальный, да, строгий. Вот, то есть под цвет нашей организации, скажем так, да, вот. Поэтому мы покупаем именно эту машину. Вот, и сразу тогда выбираем купить для организации. А вот, кстати, интересно, она появится сразу как? Там или здесь? Не забудьте поменять её вместо спавна. Ладно, окей, разберёмся. Значит, одну купили, вторую покупаем, третью покупаем, четвёртую покупаем и пятую покупаем. Блин, ты бёдь, я никогда столько тачек вообще не покупал, чтобы прям вот так сразу в таком количестве. Ребят, это жесть, реально. Так, ну всё, значит, смотри, 5 универсальных машин у нас, в принципе, есть, да. Осталось только, наверное, докупить какие-то фургоны, что-то типа того, да. Ребят, вы в комментариях писали, что лучше всего, конечно же, на это дело купить Сент-Кинг. Вот, потому что у него очень большой багажник. И, в принципе, это правильно, в принципе, это правильно. Поэтому, подожди, а есть какие-нибудь ещё фургоны? Во, ребята, вот это то, что нам нужно. Просто смотрите, разница в чём? Разница в цене между Сент-Кингом есть. Этот котелак стоит дешевле, чем Сент-Кинг. Но по характеристикам, так как это стандартная машина, я уверен, котелак будет ехать намного быстрее, чем Сент-Кинг. Потому что Сент-Кинг машина большая, это всё-таки машина чуть поменьше, да? Хотя, давайте сразу сравним, 40, 20, 68, 40. О, чего? Чего? Сент-Кинг реально едет абсолютно так же, серьёзно? Что за бред? Чего? Блин, ну просто, ребят, знаете, ну, Кадиллак вот такой, мне кажется, ну, поприкольнее имеется, согласитесь, да? У Кадиллака, Олег, у Кадиллака лучше больше, ну, больше весит, больше вместимость и больше топливный бак. Не, погоди, стою, у Сент-Кинга больше, у него 120, у Сент-Кинга 200. Посмотри, где-то Сент-Кинг, подожди. О, 232,85. Ну, там в котелаке бензина больше, а тут вмещаемость у Сент-Кинга больше. Там, у Сент-Кинга 32 слота. Ну, а, подожди, а у этого? О, ну, тут вес максимально, видишь, 120, а там 200. Вот, поэтому, как бы, не, ну ладно, не, я в любом случае хочу реально купить в организацию котелак, вот, потому что машина реально выглядит, ну, намного реально красивее, нежели, ну, плюс с Сент-Кинга, это, ну, банально, как-то понимаете, да? Вот, у нас всё-таки, ну, мы должны чем-то отличаться от других, вот, поэтому два котелака покупаем для организации 300 тысяч, 300 тысяч, это просто жесть. Всё, мы купили два котелака, блин, или три купить? Нет, два, всё, 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 всё. Я думаю, что, в принципе, сколько мы машин уже купили? Пять, семь, семь машин, семь машин у нас уже есть, да? Ой, поэтому ещё три какие-то тачки нам по-любому нужны, только вопрос, какие, правильно, да? Ну, вот, ребят, смотрите, я думаю, ещё, в принципе, можно взять вот таких, через три штуки, да? И как бы тоже, в принципе, нормально. А чё, поскажи, как это называется? Ну, в самом конце, вареник какой-то. Вареник? Варенер, да, ну, типа такого. Не, ну, да, для начального ранга, то есть, иметь, в принципе, машину для, ну, личного пользования, это, мне кажется, вообще самое главное. Вот, поэтому, неважно, сколько она стоит, неважно, сколько она едет, вы, в любом случае будете на чём-то передвигаться. Вот, поэтому я думаю, что это хорошее деньговложение. Поэтому мы покупаем ещё вот таких три штуки, и... А, на счету нету столько денег, понимаю, да? Вот и закончились наши денежки, друзья, вот они и закончились, да. Так, ладно, сейчас тогда быстренько съезжу, докуплю, и вернёмся. Кирилл, 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 а ты выйди на парковку, посмотри. Подожди, подожди, подожди. Я думал, они будут спавниться, я думал, они будут спавниться, Тима, понял? Сразу на базе. Слушай, ну, бабки не проблема, Олег, бабки не... А ты ж, прикинь, нам же сейчас всё это ещё вести надо, Кирилл. Ты чё, серьёзно? У вас нет ключей, Олег, тебе одному и... Не, 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 погоди, стой, не, 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 я это один не повезу. Блин, ну ты реально... Блин, ну ты реально... А как, и чё мне с этими тачками теперь делать? Нормально, да, проблема 21 века? Проблема богатых людей, чё ты на богатом знаешь? Э-э-э, меня чё, э-э, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Я сейчас его гандошу. Э-э-э-э, ты чё, ты чё, чувак, ты чё? Леночка, защищай меня, Леночка. Сейчас, сейчас я его гандошу. Леночка, ты чё, ты чё, братишка, а? Я его замочу. Не, нормально вообще, а? Не, это, это уже, о, всё. Вот и лежи, там, вот и лежи, а? Упал, лежи, слышь. Ой, так, а как нам всё это же доставить-то теперь надо? Нам, нам в любом случае надо... Блин! Не, ну, ребят, по-моему, вообще получается... Так, подвиньтесь, пожалуйста, Леночка. Послушайте, получается реально хороший такой кортеж. Конечно, понимаю, что он не наваливает. Я это понимаю. Но лучше, знаете, на первое время так, чем вообще без этого, да? Вот, в любом случае, со временем, как только наша компания начнёт разрастаться, чем больше мы будем зарабатывать, естественно, все деньги я буду вкладывать в нашу компанию, вот, и уже, соответственно, будем потихоньку менять автомобили на что-то новое, да? То есть на что-то подороже, на что-то премиальное, да? На какие-то уже заменённые автомобили. Вам, ребята, надо вступить и заработать бабок для организации. Да, да, вот, то есть, чтобы мы все вместе зарабатывали, и в любом случае весь оборот, который нам будет приходить, да, то есть вы будете зарабатывать, а всё то, что буду зарабатывать я, это я, в любом случае, буду вкладывать в нашу организацию, вот. Поэтому со временем и тачки поменяются, и вообще всё поменяется в лучшую сторону, понятное дело. Кирюх, а куда ты свернул? Нам прямо надо было ехать. А, да? Ой, понятно, вот эти Яндекс.Навигаторы, да, вот эти вот ваши? Яндекс.Навигаторы, да. Ну да, ну да, ну да. Так, ну что ж, друзья, наконец-таки, значит, я всё красивенько расстаял на территории нашего особняка. Оказывается, всё это можно было просто заспавнить пару кнопочек там через меню, да, то есть не везти их туда-сюда обратно, и получается что-то примерно вот такое вот, да. Кстати, Мустанг будет так же числиться, как машина нашей организации, то есть, ребят, если вы достигнете определённого ранга, как бы, да, то вы сможете пользоваться моим Мустангом, когда он мне не нужен будет, вот. Так что это такая, знаете, чисто мотивация работать на нашей компании. Вот, а так вот эти машины, вы, в общем, можете пользоваться, ребята, в любое время, но, конечно, каждая из этих машин, вот это будет первоначальный ранг. Вот этих тачек мы ещё пару штучек закупим обязательно, потому что, как-то, знаешь, ну, одна машина на фоне всех остальных вообще не смотрится, вот. Но выглядит это реально стилёво, согласитесь, ребята, а, вообще, ну, мне вообще нравится, если честно. Особенно вот эти два Кадиллака. Конечно, согласен, было бы намного круче, если бы эти машины были реально настоящими, заменёнными, ну, за реальную жизнь, и как бы, да, но... Ребят, пока что на это просто нет денег, вот. Как только мы начнём зарабатывать что-то с нашей компанией, я сразу же буду вкладываться именно в это. Ну, и, конечно же, на процессе нашей организации. Вот, так что, ну, вот, как-то такой вот автопарк получается у нашей компании. Ну, это пока что, угу. Знаешь, ребят, смотрите, в принципе, у нас всё готово, а осталось только ещё одно. То есть, ни машины, ни организации нам нужны связи. Именно поэтому прямо сейчас мы идём в полицейский участок и будем пробовать договориться, как бы, да, с полицейским участком, чтобы, как бы, у нас вообще... Крышовали нас, крышевали, нормально. Ну, да, 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 то есть нам нужно реально крыша над головой, понимаете, да? Чтоб, если что, кто-то мог решить какие-то проблемы, вытащить кого-то из тюрьмы и так далее. Вот, поэтому сейчас подъедем к тюрьме, попробуем вызвать какого-нибудь полицейского и реально, ну, предложить ему, собственно, работать на нас. Уважаемые, здравствуйте, смотрите, у нас вообще есть для вас суперпредложение, но для этого нужно просто отойти за уголочек, поговорить там, чисто, ну, пару слов там чисто так раскидать, ну, на секундочку буквально, быстро. Ну, давайте. Это, так сказать, и вам, и нам. Да, это очень заманчиво, интересное предложение, я вам серьёзно говорю, вам 100% заинтересует это. Они реально пошли, они реально идут, Кирюх, они реально идут в реки 4 полицейских, 5, 5 полицейских. Так, надо через дорогу быстренько перемежать. Ёпта, много крыши идёт. Нормально, нормально, нормально. Я думаю, вот этот уголок вполне подходил. Так, мужчина, значит, смотрите, да, во-первых, рад со всеми познакомиться. Так, Кия, пожалуйста, уедьте с этого объекта. А это тоже полицейский, Кирюх, это тоже полицейский. А, ну всё, тогда не уезжайте. Тогда welcome. Здравия же, Дайя. Здравия, 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 здравия. Ребята, смотрите, значит, я рад со всеми познакомиться. Значит, смотрите, меня зовут Олег Кофе. А меня Леночка. Да, я совсем недавно стал очень влиятельным человеком. Собственно, открыл свою компанию, открыл свою компанию, организацию, и нам нужна крыша над головой, понимаете, да? Я могу быть твоей. Вот, смотрите, нам, вот, да. Да, вот, мы для этого и собрали, собственно, вас здесь, чтобы обсудить этот вопрос. То есть, смотрите, как бы, организация вообще называется Офи Компани, вот. Ну, как бы, банально это, возможно, не звучало. Да, да, да. Вот, и нам реально нужна крыша над головой. То есть, если у нас возникнут, там, какие-нибудь проблемы, там, да, то есть, не знаю, кто-то из наших, там, попадёт к вам, там, да, то есть, надо будет выпустить кого-то, там, то есть, там, чисто решить какие-нибудь вопросики, такие, знаете, криминальные, да, но, может быть, и не криминальные. Вот, и нам, собственно, нужны вот такие ребята, как вы. Собственно, всё оплачивается, и вы не переживайте, то есть, как бы, да, то есть. Хорошо, номерочек мой запишите тогда, номерочек мой запишите. Вот, номерочек, да, отлично, давайте. Собавляйте. А пока, так сказать, Олег Вячеславович записывает номерочек, я вам поляночку подогрею маленечко. Моё имя будет. Олег, я каждому по тысячу баксов дам, чисто за то, что они за греха уделили. Давай, Герех, давай, давай, давай. Ну, слушайте, ребят, как по мне, мы только подъехали, уже договорились. Ну, то есть, это... У нас уже связи есть. Да, у нас реально уже есть связи. Это очень хорошо. То есть, реально, если кто-то из вас попадёт в тюрьму, то мы можем договориться. Это очень хорошо. Куда мы, кстати, едем? Сейчас, прикинь, прямиком в федеральную тюрьму. Это было бы супер смешно, конечно, если бы не сделали так, но да ладно. Ну, то есть, видишь, ну, ребятам на лишних заработах не помешало по-любому, 100%. Так, ну, парни, смотрите, я, в общем, ваши номера записал. Вот, если что, если какие-то вопросы, я вам позвоню, и мы постараемся решить общую проблему, хорошо? Да, да, вообще без проблем можно ручить? Конечно, 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 конечно. Просто поймите, организация серьёзная у нас, как бы, да? Вот, соответственно, если какой-то вопрос у вас получится решить, да, там, да, как бы мы, ну, вас приятно порадуем, скажем так, да? Каким-нибудь товаром интересует... Товаром так, а вот это интересно, а что вы можете предложить? Посмотрите, самое интересное, самое интересное пока что нас интересует, это оружие. Если вы сможете нам поставлять его как-то, то будет вообще прекрасно. Но если нет, то ничего страшного. Так, а что такое? Подожди, Гирюх, подожди. Это реально всё больше и больше смахивает на какую-то просто прохладивание. Ой, Джонни, у вас случайно не кличка шлавливой ручки? Блин, ты посмотри, какие у них номера на тачке? ЛСПД-41, прям гос-нумера, прикинь. Да, я видел. А-а-а, они нас проверяют, смотри, видишь, на видео или аудио фиксация, то есть они думают, что мы записываем. Всё хорошо, смотрите. Всё. У меня есть для базы, можем управлять, ПДВ, полклиберный видов. Нормально, мы заехали. Нормально, ребра, 72. Косички можем. О-о-о-о-о-о-о! Мы франовали маски. Так. Кровальные масочки ещё есть. В торопях, да, то есть, чтобы это всё, как бы, ну, меньше привлекать внимание всё-таки к этому, да. Всё. Окей, я тогда вам позвоню, составлю, когда список, позвоню вам, и мы всё обговорим. Всё, тогда мужчина. Да, ну не, ну и сейчас, сейчас не надо, сейчас реально не надо, лучше подождать, да, потом созвонимся, всё сделаем. Мы так, это чисто на будущее, вот, да, на перспективу, скажем так. Ну всё, вы запоняли ваши номера, да. Да, 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 да. Всё, мужчина, было приятно познакомиться с вами, удачи вам на службе. Всё, всего вам хорошего. До свидания, давайте, давайте. Блин, ребят, вы понимаете, что сейчас произошло, Кирюха, как, скажи, пожалуйста, вот так вот, почему? Почему это было так просто? Почему это было так просто? Я вообще не понимаю. Мы реально безызвестные люди, понимаешь? Нет, нет, ну ты понимаешь, как мы это сделали? Мы нагло подъехали к полицейскому участку, и по факту сразу предложили им работать на нас. Удачи на нашей стороне. Блин, ребят, это жесть. Ну, а в этом есть плюсы. У нас теперь будут постоянные поставки оружия, и не только. Вы сами слышали, что нам озвучили эти офицеры. Это реально круто, это прям реально уровень. И да, друзья, давайте ещё решим сейчас с вами главный вопрос, уже, в принципе, с транспортом определились, с поставками и, как бы, связями определились. Осталось только понять, когда у нас будет всё-таки набор, да, в нашу организацию, в нашу компанию. Ну что ж, друзья, у нас уже всё готово, и, по сути, мы готовы принять вас в нашу организацию. Именно поэтому в эту среду, 28-го числа, в 16.00 по московскому времени, пройдёт набор в нашу компанию. Обязательно приходите, мы будем ждать каждого, и надеюсь, что каждый из вас сможет попасть к нам в компанию. Я думаю, должно получиться всё очень круто, будем вместе работать, будем вместе выполнять какие-то задания, клесты, и не только. Поэтому ещё раз повторюсь, я жду каждого из вас в среду, 28-го числа, в 16.00 по московскому времени. Подъезжайте к особняку, и мы будем вас принимать. Вот только и попробуй не прийти. На всякий случай, всю дополнительную информацию я продублирую в описании к этому ролику, чтобы на всякий случай кто-то не забыл. Ну а теперь мы возвращаемся к видосу. Именно в этот день, именно в это время приходите, я буду рад видеть каждого из вас. Давайте просто соберём как можно больше людей в нашу организацию, прям полностью её заполнил, и я думаю, это будет реально очень круто. Вот так же, друзья, приходите, буду реально ждать каждого из вас, и мы, я думаю, сможем с вами реально в нашу организацию, нашу компанию вывести на самую серьёзную, на самую верхушку вот этой пищевой цепочки. Я думаю, у нас это получится 100%. Ребята, мы с вами будем номер один. Ну что ж, друзья, на этом сегодня всё. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе, Кирюха Варпаш. Все мои ссылочки находятся в описании под этим роликом. Не забывайте пользоваться моим промокодом КОФЕ, который дает вам 2 раза принадлежь баксом, и VIP статус на 10 дней. Это был проект этапа терпения РСНРайз. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok